Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа. В студии Екатерина Дубровина. Смотрите сегодня в выпуске. Почтили память героев. Депутат Госдумы Сергей Пахомов посетил Софринскую бригаду. Въезд в город должен быть красивым. Самой большой локацией на субботнике стала улица Зеленая Роща. 85 лет защищают и приумножают леса нашей страны. Российский Центр защиты леса отпраздновал свой юбилей. Будь здоров! Всероссийская акция прошла в Софрино. Об этих и других новостях прямо сейчас. В Софринской бригаде Росгвардии почтили память погибших военнослужащих. Мероприятие посетили депутат Государственной думы Сергей Пахомов и глава Пушкинского Максим Красноцветов. По сложившейся традиции в День Благовещения 7 апреля на территорию бригады ежегодно приезжают и приходят все, кто служил и сегодня продолжают службу в рядах бригады оперативного назначения. Их родственники и близкие. Они вспоминают о погибших друзьях и товарищах и возлагают цветы к подножию мемориала. Венки и букеты, оркестр и бесконечно голубое небо. Торжественная и волнительная церемония в память о павших боевых товарищах. Каждый год собирает на плацу Софринской бригады близких, сослуживцев и ветеранов воинской части. Сегодня почтить память погибших военнослужащих приехали депутат Государственной думы Сергей Пахомов и глава Пушкинского Максим Красноцветов. Скорбная дата 7 апреля объединяет всех собравшихся. Это скорбная дата не только для военной бригады, но и для всего личного состава Центрального форума военнослужащих. 7 апреля 1991 на границе Азербайджана и Армении, спасая мирных жителей и прикрывая отход своих подопечных, в неравном бою с боевиками погиб заместитель командира роты лейтенант Олег Бабак. А спустя 4 года, 7 апреля 1995 в бою заселения Самашки в Чеченской республике погибли 11 военнослужащих бригады. За мужество и героизм проявлены при исполнении воинского долга. Более тысячи солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров награждены орденами и медалями. А четверо военнослужащих удостоены высокого звания героя. Глава Пушкинского Максим Красноцветов зачитывает слова благодарности от губернатора Андрея Воробьева. Служить отечеству и защищать мирное небо – профессия достойного, глубокого уважения. Выбор настоящих мужчин и патриотов. Мы гордимся, что в нашем Подмосковье излазируется воинская часть с крепкими традициями и большими заслугами перед страной. Один из самых скорбных эпизодов. Военнослужащие по призыву выносят на плац фотографии погибших воинов. 113 портретов, 113 имен и фамилий тех, кто отдал свои жизни за мир и покой людей в Азербайджане и Армении, Баку и Тбилиси, Нагорном Карабахе и Душанбе, а еще в Нахичеване, Вильнюсе, Северной Осетии, Дагестане и Чечне. Люди, которые прошли все горячие точки на территории бывшего Советского Союза и России, четверо погибли, защищая жителей Донбасса. В память о них торжественные залпы, минута молчания, поминальная служба и возложение траурных венков. Мы должны здесь живые, на своих местах соответствовать тому героическому подвигу ребят, который они совершили и погибли. Поэтому, конечно, это важно. Очень сложно переоценить тот подвиг, который совершили эти люди. И то самопожертвование, самоотдача, оно не имеет цены. Продолжая традиции своих боевых товарищей, воины-софринцы проявляют героизм, защищая нашу землю от нацизма. Сегодня в зоне специальной военной операции. Ценой собственной жизни отстаивают правопорядок в нашей стране, демонстрируют примеры мужества, отваги, героизма, самопожертвования. А тех, кто ушел, говорят их командиры, близкие и друзья. Для нас этот день очень важен. Он не только является символом нашей софринской бригады, но и духом и отношением к своему воинскому долгу. Приезжают люди со всей страны. Мы не забываем этот день. И все, кто служил, кто воевал. Никто не забывает о своих друзьях, о их родителях. Ребята выполнили свой долг от и до. С честью и достоинством. Вечная память, вечная слава. И спасибо им. Они ушли молодыми, но что же делать. Кто-то должен и Родину защищать, и нас оберегать. Спасибо нашим ребятам за все. Вечная им память. Юлия Постриганева, Сергей Денисов, Александр Корнеев, Мария Головачева. Новости Большого округа. Один из въездов в Ивантеевку по распоряжению главы округа привели в порядок. Сотрудники коммунальных служб и нескольких управляющих компаний муниципалитета выехали на место и убрали обочину с обеих сторон дороги. Это самый большой участок в округе из тех, что определили для минувшего субботника. Ежегодно по всей Московской области проходит месячник чистоты и благоустройства. В апреле все муниципалитеты приводят в порядок. В эти выходные в Пушкинском субботнике провели на нескольких территориях. По поручению главы округа Максима Красноцветова приводили в порядок обочины на дороге, ведущей в Ивантеевку. Это улица Зеленая Роща. В Ивантеевке выбрали достаточно большой участок для уборки. Начинается он от ТРЦ «Акварель» и заканчивается поворотом на Ивантеевку. В округе убирают не только муниципальные дороги, но и региональные. Наши задачи на сегодня основные – это уборка сухостойных, поваленных деревьев, ветровальных деревьев, аварийных деревьев, которые растут вдоль автомобильной дороги и как-то могут повлиять на безопасность. На субботнике задействовали 11 МКУ и 4 управляющие компании со всего округа. Весь участок поделили между ними, за каждой организацией закреплен свой. Убирали весь мусор вдоль дороги с обеих сторон и проводили опиловку деревьев. Использовали в работе также и дробилки. Спиленные ветки на месте измельчали. В начале въездной группы, напротив торгового центра, где у нас для ориентира акварель, мы планируем сейчас убрать аварийные сухие деревья, поваленные. Все это отсыпать, грунтом завести. И потом планируется акция высадка новых деревьев. В рамках субботника в Красноармейске утром приводили в порядок территорию ДК имени Ленина и третьей школы. Кроме того, убирали и центральную площадь. Везде собирали мусор, подметали и с помощью спецтехники помыли дорогу и тротуары. А также саму площадь. В течение месяца в округе на выходных будут постепенно приводить все территории в порядок. Евгения Коломеец, Владимир Парфенов, Юрий Добрунов. Новости Большого округа. Центру защиты леса исполнилось 85 лет. Во Всероссийском научно-исследовательском институте лесоводства и механизации лесного хозяйства собрались представители практически всех 43 филиалов Рослесозащиты. Поздравить федеральное учреждение приехал заместитель министр природных ресурсов и экологии России Сергей Анаприенко. Лучшему филиалу по итогам работы за прошедший год вручили новый автомобиль. Российскому Центру защиты леса исполнилось 85 лет. Все эти годы федеральное учреждение защищает и приумножает леса нашей страны. Мероприятие по случаю юбилея прошло во внеуме. Поздравить Рослесозащиту приехал заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Анаприенко. Я еще раз рассчитываю, что поздравляю коллектива Рослесозащиты, а также ветеранов, тех, кто только заступает на работу. Рослесозащита – это не просто профессия, я считаю, это призвание. И отраду, что нынешнее поколение лесопотологов трудятся с полной отдачей, приносят весовый вклад в сохранение лесов. По видеобращению к поздравлениям присоединился и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. Он отметил, что Рослесозащита вносит весомый вклад в лесовосстановление, а также поблагодарил всех сотрудников за их труд. У нас практически 15 тонн основных лесообразующих пород находятся на хранении. При наличии любых природных катаклизмов мы можем беспрепятственно восполнять наши лесные ресурсы за счет выделения семян в субъекты Российской Федерации для восстановления лесов. Система санитарной безопасности лесов из лесопатологического мониторинга была заложена группой из 22 лесопатологов, которые положили начало защиты леса в России. Сегодня в Рослесозащите более 2000 человек. 43 филиала по всей стране. Основными направлениями деятельности Рослесозащиты являются государственный лесопатологический мониторинг, государственный мониторинг воспроизводства лесов, мониторинг состояния лесных генетических ресурсов, формирование и хранение Федерального фонда семян лесных растений. Защитой лесов у нас в Российской Федерации занимается не только Рослесозащита, но и субъекты Российской Федерации, согласно их полномочий. Мы совместно с ними даем прогноз, мы даем рекомендации, они их выполняют. Поэтому у нас функции практически одинаковые. Сегодня на совещании присутствует большая часть субъектов Российской Федерации, департаменты по федеральным округам. Я хотел бы пожелать всем этот знаменательный день, это не только юбилей Рослесозащиты, но и всех лесоводов Российской Федерации. Пожелать всем здоровья, самое главное, ну и больших успехов в труде. В зале собрались представители почти всех 43 филиалов Рослесозащиты. Благодарственными письмами, грамотами, а также почетными знаками отметили отличившихся сотрудников. Отдельно поздравили Центр защиты леса Тюменской области. Он стал лучшим филиалом по итогам работы за прошедший год. Центру обручили новый автомобиль – внедорожник. У нас молодой коллектив, в основном это основной состав инженера-лесопатологи, то есть молодые ребята, в хорошем смысле больные лесом. Все очень инициативные, все очень живые, жаждущие. Они не могут дождаться, когда наступит лето, чтобы снова выехать в лес. То есть для них сидеть в кабинете – это неинтересно. Поэтому, ну, вот наши достижения, вот они на лицо. Мы ждали этого, старались и достигли. По институту подготовили тематическую выставку. Ее задача – познакомить с работой Рослесозащиты. Алина Рогожина, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Как отметить День здоровья? Придумать активную программу и проверить свое самочувствие? Именно так сделали в Софрино. Там организовали выездную диспансеризацию. А сотрудники молодежного центра «Точка протяжения» подготовили спортивное мероприятие. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно делать не менее 10 тысяч шагов. Тогда образ жизни человека характеризуется как активный. В Софрино провели мероприятие, равносильное выполнению дневной нормы количества шагов. Так там отметили Всемирный день здоровья. Сотрудники молодежного центра «Точка протяжения» организовали такую спортивную развлекательную программу, в которую вошли разминка от нашего специалиста по направлению физической подготовки. Также у нас состоялась ритмика. Это более танцевальные упражнения. А в конце конкурс «Стартин». Размелись, позанимались ритмикой и потанцевали. Такая программа была интересна не только молодежи, но и старшему поколению. Ее организовали сотрудники молодежного центра «Точка протяжения». Сейчас школьники на каникулах. И мы решили совместить, как же как не День здоровья нас объединит. И выбрали именно эту площадку. В начале апреля традиционно проходит всероссийская акция «Будь здоров», посвященная Дню здоровья. В ее рамках организуют профилактические беседы, уроки здоровья и выездные мероприятия. Поэтому в Софрино в этот день приехал передвижной ФАП. Все желающие смогли пройти первый этап диспансеризации. В Центре здоровья, в передвижном ФАПе мы проводим анкетирование, пульсоксиметрию, внутриклазное давление, артериальное давление, электрокардиографию. И как заключение врача я даю рекомендации по изменению образа жизни, коррекции лечения, кому это требуется. Также был и передвижной маммограф. На этом этапе диспансеризации выявляют признаки заболеваний. Если есть риск их развития, то пациенты отправляют на второй этап – до обследования в медицинском учреждении. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. А сейчас предлагаю вернуться к одной из тем выпуска. Как убирались в округе выходные в нашей рубрике «День за днем». «День за днем». Тепло и облачно. Такая погода, по прогнозам синоптиков, установится на этой неделе в округе. Завтра, 11 апреля, в Пушкинском облачно с прояснениями. Днем до плюс 12, ночью от плюс 2 до плюс 6. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях. Во Вконтакте, в Одноклассниках и Телеграме. Также подписывайтесь на наш канал на Дзене. Кроме того, программа новости Большого округа выходит и на Рутубе. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!